Субтитры создавал DimaTorzok Как? Музыка сфер. Вперёд особого случая. Да, и что же сегодня это за случай? Скажи, Олег, что ты знаешь о Брюсовой русалке? Ну то же, что и все. Её не существует. Значит, не существует. Тогда… Смотри. Ха-ха-ха. Ты хочешь сказать? Ха-ха-ха. Брюсова русалка. Собственной персоной. Кто-нибудь знает? Пока нет. Но завтра, завтра приедет Шмидот. Займёмся атрибуцией. Сделаем отписание. Ну и всё, что положено. А через месяц-другой сделаем официальное заявление. Но сначала я хотел показать её тебе. В конце концов, без тебя я бы её не нашёл. И ты держишь её здесь дома? Не боишься? Только один день. А завтра она отправится в институтское хранилище. Не жалко отдавать? Жаль, конечно. Но ты прав. Я не могу оставлять её дома. Ампюк. Ампюк. Да-да-да. Ампюк. Опа. Приехали. Пошли. Ну, давай. Давай резче. Есть. Здесь, что ли? Нет. Седьмой дом. Напротив. Так. В шкафу смотрел? О, понятно. Открывается. Там Сеев. Попробуй открой. Сейчас. Опа. Сложный, да? Сложный, сложный. Ну, ты ключи у него посмотри. Сейчас. 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 Опа. Что, есть? Есть какой-то. Есть, есть. Есть. Так, ключи на очки нужно. Опа, Рыжий, ты посмотри. Оставить, мы здесь не заедем. Все, валим, мужики, валим. Рыжий, стой. Володь, ты ж перегородил все. Да ладно, мы только выгрузиться. Если что, сдам назад. Эй, хозяева! Открывайте! Рассаду привезли! Ну, чего? Да черт их знает. Спят, наверное, что ли еще. Сами с утра заказывают доставку, а потом не дозвонишься. Да я только Рассаду привез. Ребята, вы что? Тихо здесь сиди, не высовывайся. Володь за штурвал. Тачку скидывай. Володь, рулишь? Опа, едем. Шмидт, Александр Вильяминович. Очень приятно. Ну, присаживайтесь. Благодарю вас. Мне вас очень не рекомендовали. Сказали, что в области сыска вам просто нет равных. Видите ли, дело в том, что мой сотрудник погиб. Погиб? Убит во время ограбления. Нет, вы, наверное, что-то неправильно поняли. Убийственными ограблениями полиция занимается, а у нас частное сыскное агентство. А я не собираюсь вас просить искать убийцу. Тогда что? Русалку. Простите, кого? Я прошу вас найти русалку. Макар, я тут новый рецепт изобрел. Сереж, подожди. Извините, здравствуйте. Это мой помощник Сергей Бабкин. Очень приятно. Здрасте. А эта русалка, она входила в список похищенных вещей? В том-то и дело, что нет. Некоторые считают, что ее вообще не существует. Вот как? Ее вообще никто никогда не видел. Но у меня есть все основания предполагать, что эта русалка как раз находилась в доме Зильберта в день ограбления, и ее похитили. Так что я не могу обращаться с этим в полицию. Подождите, почему вы решили, что она находилась в доме? Видите ли, дело в том, что покойный Зильберт, это как раз и есть мой бывший сотрудник, он еще с восьмидесятых годов занимался поисками русалки. И в последние годы эти поиски стали для него просто какой-то навязчивой идеей. За день до смерти он мне позвонил, был очень взволнован и сказал, что он обнаружил Брюсову русалку. На следующий день его убили. Я все-таки рекомендую вам ввязаться в это мероприятие. Потому что вот, пожалуйста, сумма, сумма, так сказать, аванса, и если вы ее найдете, эта сумма утраивается. Вы поймите, тут дело не в деньгах. Я не могу взяться за это дело. Почему? Потому что вы не дали мне ни одной зацепки. Я даже не знаю, что искать. И с моей стороны будет непрофессионально принять ваше предложение. Мне говорили, что вы очень щепетильны. Кроме того, мне говорили, что вы очень амбициозны. И что вы очень любите такие вот сложные, невыполнимые, так сказать, задачи. Вы поймите, вы собираетесь заплатить немалые деньги. Это не я собираетесь. Это собирается заплатить институт. Дело в том, что у Зильберта не было никакой семьи, так что вся его коллекция и все его наследство достается институту. Поймите, поймите, если он действительно нашел эту Брюсову русалку, то это мировая сенсация. Вы можете стать вторым Шлиманом. Завтра похороны, там будут все сотрудники института, так что вы сможете с ними побеседовать. Я вам рекомендую все-таки не отказываться. И очень на это надеюсь. Я подумаю. Подумайте. Да. А это кто? Шмидт. А что этому сыну лейтенанта Шмидта надо от нас? Он хочет, чтобы я вторым Шлиманом стал. А что, за мночевое предложение? Да. Сумма, Сереж. Аргумент. А где же супруг? Он летел в Лондон читать лекции. А он улетел до того, как застрелили Зильберта и Лебусы? Он как супруг-то по-прежнему чуть что, сразу за пистолет? Это ведь вы позвонили в полицию? Вы нашли тело, да? Прекрати, как ты смеешься? Лариса Витальевна, можно вас на пару слов? Да. Ну что, полиция нашла что-нибудь? Нет, пока ничего. Ищут. А дневник Зильберта? Какой дневник? Зильберт вел запись. Он каждый вечер что-то записывал. Ну, вроде отчета сзади. Вы что, не знали? Нет, не знал. Абонемент на похороны можно выдавать. Уже третий за полгода. В апреле Ланского убили. В прошлом месяце Акимова… Да ладно, я не знал. Тоже убили при ограблении. Господи, да что же у него грабить можно было? Папкин самовар, но понимаю Ланского. У него серьезная коллекция. Говорят, по слухам, у него аж пять штук фряжских икон. Ничего не взяли. Только подсвечник из Офринской лапки. Ему полтинник цена в базарный день. Бред какой-то. И у Зильберта та же история. Два новгородских кубка взяли, все. Ну ладно, ехать надо. Давай. Нет, 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 нет. Надо было все-таки остаться на поминке. Просто так взять и уйти из кладбища. Могут пойти ненужные разговоры. Брось, никто ничего не заметил. Не заметил. А вот я не уверен. В любом случае, это поздно обсуждать. А если, если все раскроется, что тогда? Успокойся. Никто ничего не узнает. Я, я, я за себя не волнуюсь. Я, я волнуюсь за тебя. Вот что тогда будет? Все будет хорошо, если ты прекратишь истерику и возьмешь себя в руки. Завари мне кофе. Я уже с ног волюсь. Кажется, с вами мы еще не общались. Майор Мироненко. Ух ты, центральное управление. А что произошло? Я думал, делом занимается областная полиция. Вот, пожалуйста, мое удостоверение. Макар Илюшин, частный сыск. И что вы тут делаете, коллега? Выполняю поручение господина Шмидта. Угу. Ну, выполняйте, выполняйте. Только не забудьте, что по закону, частники обязаны предоставлять следственным органам информацию, которая может иметь отношение к делу. Обязательно. Угу. Ну, я еще не прощаюсь. Очень рад, очень рад, что вы согласились. Честно говоря, я на это надеялся. Вот, пожалуйста. Здесь вся информация, которой я обладаю. Как нарочно захватил. Замечательно. Скажите, а я могу осмотреть дом Зильберта? Ну, конечно, нет ничего проще. Полиция там уже закончила, как мне сказали. Так что дом-то, между прочим, принадлежит институту. Да. Так что удачи в вашем распоряжении. Прекрасно. А познакомьтесь, это ближайший друг покойного Зильберта Олега Борисовича. Вотчин. Очень приятно. Макар Илюшин. Ну что ж, я пошел, а вы поговорите. Счастливо. До свидания. Счастливо. Один вопрос будет к вам. Ваш друг в последнее время ничего не говорил о русалке. Может быть, вы что-нибудь слышали? Мы дружили почти тридцать лет. Все эти годы он только и говорил о ней. Но о том, что он якобы нашел русалку, я узнал от Александра Вениаминовича Шмидта. Сегодня утром. Так, то есть, получается, вы русалку не видели? Ну, разумеется, нет. И уж простите, не веря в то, что он ее действительно нашел, я бы об этом знал. И вот тогда, кстати, ему бы следовало опасаться не грабителей, а коллег. Кого-то конкретно имеете в виду? Ну, в первую очередь, тех, кто сделал научную карьеру на развенчание мифа о брюсовой русалке. Извините. На развенчание мифа. Да. Все, пришли. Пойдем. Пойдем домой. Скорей. Скорей пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем, моя маленькая. Пойдем скорей. Пойдем. О, женщины. Вам имя по велению. Цис, мелочь. Так отольются тебе мои слезы, отольются. Шли бы вы домой. Мой дом, моя пустошь. Пристанище в пещерах. Что, опять не пускают? Десять лет на руках носил. Получку все отдавал ей до копейки. Теперь на порог не пускает змея. Да, Катя, проходите, проходите. Ну, иди сюда, моя красотка. Ну, гулялась, а? Она к вам явно неравнодушна. Это взаимно. Спасибо вам, Катерина. Вот ваш гонорар. Спасибо. Завтра вы сможете с утра с ней погулять? Конечно. Я вещи в химчистку отдала, и вот квитанция среднего не будет готова. Ну, что бы я без вас делал? Ну, что, Антон, это, давай отдохнем? И Катя, наверное, устала. Весь день по городу бегала с сумками. Да нет, я не устала. Ничего, ничего, проходите, не стесняйтесь. Проходите, проходите. Я вас ужином угощу. Вы ведь не торопитесь? Дома-то вас никто не ждет. Вы же сами говорили. Или ждет? А? Нет, не ждет. Ну, вот и замечательно. Так, секундочку. Слушай, Серег, мне вот интересно, почему делом Зильберта занимается Центральное управление, а не областное следствие? Потому что дело Зильберта не само по себе. Там целая серия. Так. Ну, за год, помимо Зильберта этих двух двоих, ну, про которых накладочи говорили. Войнич и Илонской. Да. И еще два эпизода. Всего получается пять. Грабит и убивает коллекционеров. Вот и это только то, что в прессе. А так, может быть, больше… Серег, это понятно. Почему Центральное управление? Раз признали, что Сирия, соответственно, взяли под особый контроль. Ну? Кстати, как фамилия этого следователя? Мироненко. Мироненко, Мироненко. Нет, не знаю. Так. Серег, ты можешь со своими ребятами из Петровки поболтать? На предмет? На предмет. Ну, надо добыть информацию по другим ограблениям. По другим ограблениям. Сережа, это важно. А, конечно, могу. Сейчас Рыкову позвоню. Хорошо, парень. Мы с ним в сто десятом работали. Угу. Я там ему в одном деле помог. Так что не откажет. То окончательно ты не сломай. Тихо. Макар. Работает. Рыкову звони. Живем! Ей-богу, не пойму. Почему вы решили работать курьером? Неужели вам это нравится? Такая молодая, красивая. С образованием. Да. У меня образование еще не окончено. Опыта работы нет. Ну, еще я без регистрации. Ну, так сделайте регистрацию. Паспортный стол у нас на соседней улице. Я не могу. Хозяева, которые пустили меня пожить бесплатно в их квартиру, они пока оформляют бумаги на продажу. Вот. Так что считайте меня нелегалом. Ну, вы ей-богу, как ребенок. Честное слово. Ну, купите, купите регистрацию. Сейчас все так делают. Заплатите пять тысяч и живите спокойно. Это ведь сумма-то небольшая. Я вам за помощь по хозяйству восемь тысяч плачу. Ну, да. Только мне еще пятнадцать. Нужно заплатить за институт. Олег Борисович, давайте больше не будем про деньги. Я вот лучше тарелку отнесу. Не-не-не. Я вас умоляю. Все-все-все. Рабочий день закончился. Отдыхайте. Садитесь и отдыхайте, Катерина. Олег Борисович, мне правда уже пора. Ну, куда вам пора, Катерина? Мы сейчас кофе будем пить. Хорошо? Пошу. Это чаша для питья. Как-то привез из одной экспедиции. Представляете, купил у деревенской старухи рубля за три. А она сейчас стоит тысяч триста. Триста тысяч? Да. И вам не страшно, Олег Борисович, показывать свою коллекцию незнакомым людям? Ну, незнакомым я ее не показываю. А как же я? Ведь вы меня совсем мало знаете. Вдруг я наводчица? Или мошенница? А? Ну, какая же вы наводчица. У вас все на лице написано. Это обрядовые куклы. Эта из Карелии. Та из Смоленска. А эта с Дальнего Востока. Я ведь работаю реставратором. Приходится восстанавливать памятники старины. Простите, Катерин, вам, наверное, все это не интересно. Я вас заболтал. Да нет, ну что вы, очень интересно. Ну, тогда пойдемте пить кофе. Макар, а что мы ищем-то? Серега, Брюсову русалку ищем. Это я понял. А как из себя… Ну, что из себя представляет эта Брюсова русалка? Черт его знает. Это знаешь, как этот, как Святой Граль. Все слышали? Никто не видел, никто не знает, что это такое, как выглядит и где искать. Слушай, что пишет. Считается, что русалка принадлежала Якову Брюсу, другую соратнику Петра Первого. Брюс, по слухам, помимо математики и астрономии, занимался колдовством. Знался с нечистой силой, делал живое и мертвое снадобье из лягушачьих мозгов. А по ночам Серега из окна вылетал и нарезал круги вокруг Сухаревской башни. Ну, мужик дает. А про русалку что пишут? Про русалку пишут, что в 1715 году из отдаленной губернии Брюсу была доставлена русалка Малая Абразина. Абразина это как? Непонятно, Серег, то ли изображение, то ли, может, страшна, как смертный грешник. Вот слушай, росту в ней три вершка, однако известно, что сия Абразина способна творить чудеса Сережа и исполнять желания. Неплохо. Брюс русалку никому не показывал, точного описания нет, куда русалка делась после смерти Брюса неизвестно, как я и говорил. Тем более, что слухи о ее смерти многие до сих пор считают преувеличением. Нормально. А мы возьмем, так и найдем. Супер. Кстати, а что там написано, какие чудеса сия Творина Абразит? Серег. Подожди, подожди. Полина пахнет. Запах горит. Чувствуешь? Не получилось, что ли? Вы молодая красивая девушка, Катерина. Вы всегда в хорошем настроении, умеете слушать, а это, поверьте, ценные качества. Скажите, почему же вы проводите свои вечера со старыми хрящами вроде меня, а? Ну что вы, Олег Борисович, вы совершенно не старый. Ну, положим, я еще не совсем вышел в тираж, хорошо. Но все-таки, почему вас не окружают молодые, пылкие поклонники? Почему девушка с такими достоинствами и одна? Коньяку? Нет, спасибо. А я, пожалуй, выпью. Позвольте-ка я вам покажу кое-что на самом деле интересное. Это русалка? Да, еще их называют фараонками. Это магическая русалка. Она исполняет желания. У нее очень длинная и очень темная история. Я как-нибудь ее вам расскажу. Но одно точно. Люди загадывают ей желания, а русалка их исправно исполняет. Вы серьезно? А вы попробуйте сами. Загадайте ей что-нибудь. Чего вы хотите? Корону Российской империи? Принцу на белом коне? А может быть, пить, как Монсеррат на Болье? Да нет, мои желания намного проще. Я бы хотела сидеть в офисе и не таскать целый день по городу в тяжелые сумки. И получать за это деньги. Дорогая русалка, ты меня услышала. Что дальше? Я же говорю, ждать, пока не исполнится желание. А вы загадывали какое-нибудь желание? Нет. Почему? Потому что желание — это опасная штука, Катерина. Знаете, может втянуть, как в водоворот. Потом не выплывешь. Олег Борисович, извините, мне правда пора. Мне завтра рано вставать. Ну да. Спасибо за кофе. Спасибо за ужин. Блин, ты где шлялась? Гуляла с собакой. Два часа назад ее привела. Я ее из окна видел. Да, я привела ее два часа назад. Но Олег Борисович приготовил ужин. И он попросил меня остаться. Он настаивал. Ужином, значит, кормил. А что я должна была ему сказать? Что ты меня здесь ждешь? Что тебя ищут? Нас. Я тебе говорю, нас ищут. Еще. Узнаю, что круче с ним. Убью. Да, Бабкин слушает. Рыков? Что, готов уже? Так, оперативно работать, а? Ну я сейчас подъеду, да. Ты где у себя на Петровке? Да, все, давай пока. Надо на Петровку ехать. Рыков приготовил отчет об ограблении коллекционеров. Отлично, тогда разделимся. Я поеду в дом Зильберта, а ты езжай к Рыкову на Петровку. А вечером отчет об проделанной работе. Ужин, подбросишь? Конечно. Значит, теперь вся эта коллекция принадлежит институту. Совершенно верно. Завтра приедут наши специалисты из института, сделают опись. И потом начнем потихоньку вывозить вещи в хранилище. Потом закажем какую-нибудь клининговую компанию, которая здесь все приведет в порядок, уберет, так сказать. А осенью, осенью заедет кто-нибудь. Другой какой-нибудь наш специалист. И дача же института принадлежит, я вам рассказывал. Да, да, да. А это, простите, вот что за статуэтка? Позвольте. Это богиня плодородия. Зильберт до того, как увлечься поисками брюсовой русалки, занимался как раз вот дохристианскими культами северных славян. Плодородия, плодородия. Богиня, богиня плодородия. А, вот еще, на похоронах говорили про какие-то кубки. Вам не кажется странным, почему эти кубки грабители не взяли? Это действительно несколько странно. Вот, обратите внимание. Вот этот кубок, так называемый «Новгородский кубок», середина двенадцатого века. Очень редкая вещь. Но выглядит как-то не очень презентабельно. Но это только на первый взгляд, не специалист. Уверяю вас, что любой коллекционер за эту непрезентабельную, как вы говорите, вещь, отдаст вам шестизначную цифру. Уверяю вас. Ух ты! То есть, получается, кубки лежали в сейфе. Дом взломали, предварительно отключив сигнализацию. А сейф? Сейф почему-то открыли ключом. Да. Насколько я знаю, Зильбер всегда носил ключи от сейфа в кармане. Странно. Зачем же тогда сейф? А это что? Это что за книги? Скажите, а я могу взять вот эти книги для более тщательного изучения? Разумеется, конечно, только обязательно напишите название и внесите в опись вещей. Обязательно. Все книги теперь принадят тоже институту. Все. Что там? Это что? Позвольте. Насколько я понимаю, это… это дневник Зильберта. А, это можно как-то прочесть. Ну, это стенография. Знаете, я могу попросить своих девочек. Они специалисты, они смогут расшифровать. Буду вам очень благодарен. Пожалуйста. 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 Все, посылки для Эврики. А, я все поняла. Сейчас, девушка, подождите, пожалуйста, я водителя в налоговую отправлю и все у вас заберу. Вот сюда вот садитесь. Дурдом какой-то. Секретарша уволилась, ничего найти нельзя. Алло. А, да, да, мы ищем секретаря. Сейчас, минутку. Алла, поговори, пожалуйста, это по поводу секретаря. У нас совещание, сама поговорить не можешь? Аллочка, ну, пожалуйста, ну мне нужно отправить документы в налоговую до пяти. Ну, сама знаешь, потом не разберешься. Да, да, ищем секретаря. У вас есть опыт работы? Без опыта работы не рассматриваем. А вы? Я? Я курьер. Хорошо, подождите. Подождите, а вы знаете, я могу работать секретарем. Не думаю. А почему? Вы могли бы дать мне этот шанс, как испытательный срок. И я бы вам все доказала. У вас есть опыт работы? Пока нет. Профильное образование, деловой английский. Вы работали в сфере IT-технологий? Ой, давайте не будем тратить время. Да где же эти документы? Они же здесь были. Дама, сварите-ка нам ко… Набрал народу, даже кофе сварить некому. И снимите куда-нибудь трубку. А, алло? Эврика, здравствуйте. А, секретаря… Нет, вы знаете, мы уже нашли… К сожалению. Добрый день. Добрый день. Вы кто? А, простите. Меня зовут Макар Илюшин. Я по поводу убийства. Вот мое удостоверение. Полиция. Я все уже рассказала. Я не из полиции. Мне нужна ваша помощь. Тогда пройдемте в дом. Таким образом мы сокращаем расходы втрое. И все это пойдет с нам малой кровью. Это понятно? Понятно. Это хорошо, что это понятно. Давайте перейдем к следующему вопросу. Спасибо большое. А кто это? Я. Вы. Я секретарь. Ты просила распечатки презентации. А вы что здесь делаете? Немедленно выйдете? Ну, послушайте. Ну, нет у меня пока образования. И опыта работы тоже нет. Я не знаю деловой английский. И я совершенно ничего не понимаю обойти… Технологиях. Технологиях, да. Но вы дайте мне шанс две недели и из меня получится отличный сотрудник. Девушка, мне что охрану вызвать? Извини, это курьер. Да, но могу работать секретарем. Вы всегда действуете так решительно? Нет. Мне просто очень нужна эта работа сейчас. Охрана. Соболева. Поднимитесь к нам. Подождите. Как вас зовут? Екатерина Викулова. Алла, давайте оформим девушку на испытательный срок. То есть, вы меня берете? Добро пожаловать в Эврику. Понятно. Значит, грабителей вы не видели? Нет. Все случилось рано утром. Я была еще в постели. И из моей спальни, к сожалению, ворот не видно. Вот. Я слышала только выстрелы. А когда спустилась, их уже не было. Они уехали. А на дорожке лежал этот парень, водитель. Я почему-то сразу поняла, что он мертвый. Знаете, у него шея как-то была странно вывернута. Так уже выход не бывает. Понятно. Значит, потом вы вызвали полицию? Нет. Полицию вызвал Леонид. А, ну да, ваш муж. Мой муж сейчас в Европе. В Европе? Да. Он читает курс лекций. А Леонид — это его ассистент. Он пригласил его на лето пожить с нами. Он помогает ему заниматься новой книгой. Вы знаете, там, сноски, редактура. Это очень удобно. Не надо ездить каждый раз в город. Там можно полностью посвятить себя работе. А ваш муж написал вот эту книгу про Брюсову русалку. Как она? Да-да-да. Развенчание мифа. Точно. Развенчание мифа. Ну, в общем-то, все понятно? Да. Лариса. Лариса, 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 Лариса. Лариса, ты… Вы забыли ключи от машины? Леонид, познакомься. Это Макар. Очень приятно. Макар Илюшин. Да-да. Лариса Витальевна, я тогда пойду. Очень спешу. Да-да. Нет-нет, что вы, что вы. Мы как раз только о вас и говорили. А вы не могли бы мне рассказать, что произошло в день убийства Сильберта? Но я же уже все рассказал вашему следователю. Макар не из полиции. Да. Меня нанял Шмидт. Хорошо. Давайте тогда все по дороге. Прошу. Спасибо. Я же вам уже говорил. Я живу на втором этаже, боковое окно. Я услышал, что снизу звонят и выглянул посмотреть, кто это. А фургон где стоял? Фургон стоял у ворот. А вторая машина возле калитки Зильберта. Все случилось очень быстро. Они вышли и… Кто? Трое мужчин. Так. А где же были сотрудники садоводческой компании? Водитель стоял у ворот. А женщина была в машине. Женщина — это Зинаида Белова? Разумеется. Зинаида Белова. Ага. Грабитель. Один из них начал стрелять. Сначала водителя. Тот упал потом в женщину. Потом они сели в фургон и уехали. Так. А вы? Я? Я вызвал полицию. Ну да. Я осмотрю двор. Пожалуйста. Ну, как? Освоила? Ну, почти. Я ж говорила, ничего сложного. Слушай, а ты знаешь, как я к вам попала? Здравствуйте, девочки. Привет. Ну, знаю, как ты к нам попала. Ворвалась в кабинет Кали. Довела всех до инфаркта. Вот тебя и взяли. Да нет. Я имею в виду, почему меня взяли. Ну? У меня сосед ученый. У него дома разные коллекции. Магических кукол, амулетов. Он привозил их из разных экспедиций. И вчера он мне показал одну очень важную вещь. Русалку. Он сказал, что она исполняет желание. Я здесь. Юр, ты мне данные по договору дашь когда-нибудь? А вы чем заняты? А мы… А у нас тут очень интересный разговор о непознанном. Ой, извини, что прерываю. У нас этого непознанного ввоз и маленькая тележка. Значит так, Танечка. Завтра к нам приезжают эксперты из Питера. В шесть часов у меня доклад в министерстве. Внесите это все туда. Хорошо. В расписание, пожалуйста. И вот еще что. Вы ведь изучали стенографию, да? Да. Сможете сделать расшифровку вот этого дневника? Нет. Но вы знаете, можно Марью Сергеевну попросить. Она говорила, что она стенографисткой работала. Да? Да. Сделать это попросите и скажите, что это срочно. Как можно быстрее. Хорошо, хорошо. Конечно. Благодарю вас. Макар, вот материалы по ограблению коллекционеров, реставраторов и прочих людей искусства. Макар. А, Серега, ты че? Ты че? Допросил. Кого? Свидетеля. Свидетеля? А, свидетеля. Да, допросил. В общем, так, Серега. Свидетель показал, что во время выстрела русалка находя… Что? Сейчас, Серега, подожди. Во время выстрела водитель автофургона находился у ворот дома. А вот эта Белова Зинаида Ивановна, сотрудница садоводческого хозяйства, была непосредственно в автофургоне. Но самое интересное, что тело Беловой на месте преступления не обнаружено. Так, получается, что Белова убили, тело оставили в кузове, сели в фургон и уехали. Ясно? Держи. Получи и распишись. Что это? Рыков подогнал. За последний год пять ограблений с промежутком в два-дре месяца. И пять жертв. Будешь. Ну, держи. Огнестрел всех застрелили из Макарова. Ничего ценного не пропало. Понятно. Это что получается? Двое из института этнографии, один из исторического музея и еще твой Академия наук. Понятно? Слушай, Серега, я тебя попрошу, ты можешь повнимательнее еще раз изучить это дело и попытаться выяснить, есть ли у этих товарищей что-нибудь общее, ну, помимо любви к отеческим гробам. А я тогда завтра сгоняю, поговорю с родственниками. Может быть, за что-нибудь зацепимся. Окей. Смотрю, очень интересно. Чего? Интересно, говорю. А, ты представляешь, Серега, если ты поймаешь русалку, она будет служить тебе в течение года, исполняя все твои желания. А вот это интересно. Слушай, самое интересное. А по прошествии этого срока потребует плату за исполненную работу. А чаще всего забирает человека прямо к себе на дно. Да. Это мне не подходит. Слушай, Макара, я… Так. Опять не работает. Ой… И это не работает. Ничего не работает. Телефон. В кабинете телефон забыл? Ох! Кто-нибудь? Есть кто-нибудь? Кто? Ау? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Руки в гору. Руки в гору. Ага. Быстро к люте от кассы и от силожей. Сейчас… Сейчас… Быстро! Так, ты на кассу, ты на силаже. Ты че делаешь? Ах ты, падла! Это падаль на столах! Хватаем стоять и валим отсюда! Только быстро! Быстрее, 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 быстрее! Внимание, все поставлены! Разошло ограбление по адресу Нагатинская, 15. Преступники ориентировочно скрылись на серой иномарке. Слышал ориентировочку? Ага, смотри, смотри, там кто-то двести летит. Не нашли клиенты? Тормози, тормози! Стой, стой! Погнали, Данил! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok